Последнюю неделю, какая складывается обстановка на фронте? Это сложная, не очень понятная обстановка, потому что противник периодически пытается воевать с нами, по-взрослым. К сожалению, гибнут люди, мы потеряли двух человек, замечательных ребят. Конечно, если бы не было потерь, мы бы сказали, что провели операцию и нанесли противнику ущерб достаточно серьезный, потеряли одну единицу бронетехники. Несколько человек урокнули у них, но так как потери, это много испортило удовлетворение от операции. Противник постоянно подвергает, в основном, в основном, жилой массив, обстрел. Я военную составляющую этого действия уходить не могу, но, скажем так, на нашей позиции прилетает один снаряд из 10 в район наших позиций. А так лупят по поселкам Белый Свет к Крепеичу. Соответственно, разрушение иногда, к сожалению, жертвы среди мирного населения. Хорошо. А к чему тогда готовятся люди в гражданском населении, которые не понимают, что решат это? Это было понятно, что развязана длительная тяжелая война. Те, кто тешил себя надеждой, что есть две точки зрения. Они говорили, вот, сейчас быстренько всех победим, тут и ставим свободные богаты. Нет, эта война развязывалась, она готовилась давно. Но есть те, которые говорят, что, а, вот тогда бы народ не поднялся, и все бы было хорошо. Да тоже хорошо бы не было. Резали бы, и не помаленьку, а посерьезно. Заказчикам этой войны нужно серьезное пропускание в Европе, рядышком сгазывают трубой. Это очень удобно. Поэтому легче не будет, и война коровкой не будет. Умные люди готовятся к длительной войне, которая коснется каждого жителя, что Украины, что России, Белоруссии. Как сейчас понятно, и Армении, и так далее. Мы, к сожалению, вступили в фазу большой войны. КОНЕЦ